Привет, с вами тот же самый Александр Иванов, преподаватель студии танцев Model 357 и сегодня мы выучим Running Man, но уже немножко в другой интерпретации. Поехали! Чтобы сделать второй Running Man, который мы называем крестовой, да, потому что он будет делаться крест на крест, вам нужно вспомнить предыдущий Running Man. Нет ничего сложного, чтобы сделать данное движение, все, что вам нужно будет, это повернуть бедро, как я вам расскажу. Вы поднимаете правую ногу, но в тот момент, когда вы отпускаете правую ногу, вы проворачиваете свой таз в диагональ. После чего вы снова поднимаете левую ногу, как в предыдущем движении, и ставите теперь уже в диагональ правую. То же самое делается с правой, левой, левой, правой, правой, левой, левой, правой. Сейчас будет маленький секрет. Опять же, ни в коем случае не сгибайте опорную ногу, иначе вот эти штуки получится. Вы поднимаете ногу, и здесь вы начинаете просто приседать. Это абсолютно неправильно, и это очень некрасиво. Не только потому что, как бы, визуально, да, это ужасно, но и потому что ваша опорная нога совсем не отсказывает назад. Потому что вы просто приседаете. Ваша задача оттолкнуть ногу назад. Толкнуть, поднять, опорную. Толкнуть, поднять, толкнуть, поднять. Я думаю, что вам это видно сейчас, да? Потому что нужно постепенно ускоряться. Никогда не забывайте, что когда вы поднимаете ногу, вы находитесь лицом к зеркалу или к точке, на которую вы ориентируетесь. Когда вы ставите ногу, вы поворачиваете. Когда я делаю медленно, мои плечи тоже поворачиваются. Но на скорости такого быть не должно. Ни в коем случае не забывайте о том, что первый running back и тот running back, который мы выучили сейчас, можно соединить. Все очень просто. Вы делаете обычный running back, и в определенный момент вы просто поворачиваетесь в сторону, да? Количество поворачивания зависит только от вас. Если вы привыкли делать по 8, без юбочки. Если вы привыкли делать по 4, аналогично. Да, вы работаете обычный, приставок. Обычный, приставок. Теперь под музыку. Ну что же, я надеюсь, что этот урок был не менее полезен для тебя. И уже в соединении двух движений ты уже сможешь что-то показать на танцполе перед семьей. Спасибо за внимание!